Вы наверняка все заметили, что у меня на шее вот такие, ну как бы бусы да висят. Это называется Кантимала. Канта это дырочка, которая вот здесь находится у каждого человека. Вот здесь Канта. Через Канту живое существо вынимается из тела. То есть в тонком теле живое существо вытягивается из Канты во время смерти. Все живые существа, которые совершали какие-то либо грехи, в момент покидания грубого тела, они попадают в плен к таким живым существам, которые называются на санскрите Ямадута. Ямадута это тонкие живые существа, только в тонком теле их обычно видят. Ну или у кого есть зрение хорошее, они видят их. Как привидения такие. Очень страшные, очень неприятные. Я даже был потрясен. Был такой фильм, какой-то призрак или привидение. Помните, да? И там такие за одним пришли, такие черные. Полностью сочетается с ведической концепцией. То есть это мог как бы написать человек, который либо в этой жизни он видел их. Есть очень много упоминаний об этом. Когда люди в момент сколинической смерти видят или таких божественных каких-то живых существ по свету спускающихся, или очень ужасных. Очень ужасных. И тело вытаскивают через эту канту. И поэтому рекомендуется людям, особенно в Вегакали, носить кантимала. Мала это дерево туласи, царица всех священных деревьев. Есть дерево бо, есть сандал, все возможные. Но ведическая литература описывает, как самое священное дерево, это туласи, или еще его называют мала. Поэтому называется кантимала. Канта, прикрытая малой. Поскольку все люди совершают какие-то поступки очень странные. И никто не знает, в какой момент что может случиться. Поэтому обычно рекомендую даже людям, неверующим, носить на кантималу. Ну, чтобы канта была закрыта. Был один случай, когда меня даже отругали. Когда я свои кантималы отдал другому человеку. И один из духовных учителей он увидел и сказал, почему ты без кантималы. Я говорю, да я отдал-то. Он сказал, а кто ты, ты знаешь? Ты что, святым стал? А вдруг что-то случится? И ты не будешь защищен. Но, говорится, у того, у кого на кантималу есть мало, то даже если этот человек очень греховен, его не заберут ямадуты. То есть, вот эти живые существа, которые приходят, тонкое тело вынимают и отпрепровождают в разные районы вселенной, чтобы получить наказание. И поэтому канта закрывается обычно кантималой. Именно из-за этого. И еще также туласи, это дерево, мало, говорится, оно очень благоприятно влияет на нашу духовную практику. Очень хорошо влияет на наш ум, очищает тонкое тело. Потому что вы знаете, да, все виды деревьев, они также обладают сенсорной определенной потенцией. Кто-то, может быть, знает, да, вот хвойные деревья обладают очень хорошей сенсорной потенцией. Там есть деревья, такие как сандал, ну и разные-разные, очень много разных деревьев. Баньян. Но самым таким главным деревом, описывается в шастрах, является туласи. Вы можете там приобрести, обычно люди спрашивают, можно ли одевать вместе с крестиком там. Пожалуйста, в любом случае это благоприятно. Можете кто-то, если знает эту науку, он может носить, кто-то не знает, может не носить. Это сугубо личное, индивидуальное дело каждого человека. Итак, я расскажу еще некоторые детали бхакти-йоги, поскольку это самое центральное место повторения и воспевания Харе Кришна Махамантры. Но также есть сопутствующие определенные элементы, которые позволяют улучшить или усилить очищение. Поэтому первый этап называется бхакти-йога на стадии очищения. Это первый этап. Что необходимо? Очень важно для человека, это избавиться от четырех источников тройственных страданий, особо мощных. И они в шастрах описываются как угрокарма. Или угро слово означает жуткое или страшное. Страшная деятельность, которая влечет за собой настолько серьезные реакции, что люди недооценивают это. И в ведической литературе описываются всегда эти четыре основных греха. Это убийство животных и поедание их мяса в пищу. Это незаконные половые взаимоотношения. Употребление дурманивающих веществ и азартные игры. Это считается то, что дает человеку угрокарму. То есть ужасные последствия такой деятельности. Ужасные. То есть человек даже недооценивает. Говорится в шастрах, что все войны, все войны, наоборот, варши, ведутся из-за убийства животных. Смотрите, мы говорим причины войны, там допустим конфликт, нефть, там что-то. Мы в этом видим. Политики видят в этом. Но на самом деле причиной войны является убийство животных. Вот почему Господь Будда, он выступил против этого. И провозгласил закон Ахимса. Люди не знают связей, то есть причин, почему бывают реакции в обществе. Почему землетрясение? Почему засуха? Они думают, что что-то это связано вот здесь вот с мирскими делами. На самом деле, вот эти четыре вида порока влияют даже на атмосферу, на атмосферу космическую. Это убийство животных, в первую очередь коров и быков. Самое главное. И есть даже стихи в Шримад Бхагава, там где говорится, что те люди, которые, или те места, где будут убивать коров, они будут обречены на войны и землетрясения. Войны и землетрясения. Сейчас вы знаете, даже в Индии иногда убивают коров. И по закону кармы человек, который уже квалифицирован и знает, что этого нельзя делать, он получает куда большее наказание. Поэтому в соответствии с законом кармы человек, не образованный, в меньшей степени наказывается законом кармы. Человек, получивший образование или развивший сознание, больше несет ответственности и так далее, и так далее. Но так или иначе, это считается самыми тяжелыми видами деятельности, за которые живое существо получает куда больше реакций, чем за какие-то другие виды греха. Это убийство живых существ. Я уж не говорю о людях. Я уж не говорю о людях. Убийство живых существ, поедание их плоти. Незаконные половые взаимоотношения, поскольку вся половая потенция поддерживается космической энергетикой. Весь наш половой импульс связан полностью с космосом. Я думаю, кто немножечко изучали, знаете об этом, слышали. Весь наш половой потенциал, он несомненно всегда был связан с космическим потенциалом, основным этим половым принципом. И люди, не понимающие, как этим пользоваться, также обрекают себя на тройственные страдания. Особенно от хип-хута, причинение вреда другими живыми существами. Это от незаконных половых связей. Что-то нас кто-то убивает, обворовывает, то, сё, пятое, десятое. Всё, что нам причиняют другие, связано также с этими незаконными половыми отношениями. Приём одруманивающих средств. Если вы помните, может быть, я рассказывал, что несёт за собой незаконный секс. Приём одруманивающих веществ. Каждый организм покрыт определённой оболочкой. И в нашем организме есть разные процессы. Вот эти десять потоков воздуха, если вы помните, я о них говорил. Прана, Апана, Удана, Тамсамана, Вьяна. И когда человек принимает алкоголь, или то, что превышает 3-5% алкоголя, какой-то напиток, который превышает, то у человека сразу блокируются многие энергетические потоки воздуха. И он становится подвержен влиянию тонких сущностей. Сразу же, мгновенно. Поэтому мы замечаем, что 90% преступлений совершаются в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Люди по пьянке всякие глупости говорят, друг другу делают и так далее. Что в трезвом состоянии ума они потом даже жалеют об этом. Или как вот у нас есть даже в народе говорят, ну извини, по пьянке же было. Но почему по пьянке ты это делаешь? Почему? Потому что эти сущности вынуждают, они самые худшие качества в человеке проявляют. У нас и так есть эти проблемы. Но еще когда подключаются низшие сущности, эта проблема усиливается. Такая расторможенность происходит энергетическая. И люди вспоминают какие-то обиды, знаете, да? Человек подопьет обиды. Трезвый не обижается так. Подпил, все, обида вышла. Эти семейные ссоры, скандалы эти постоянно. В общем, даже не надо перечислять. Или человек ведет себя очень странно. Такой интеллигентный человек подопьет, весь красный пляшет. И так далее. Очень смешно себя ведет. Если ему показать так себя на пленке. Ну, идиот полный. Или сидит просто красный такой. Ну, в общем, удивительно. Настолько меняется личность. Вы знаете, может быть, еще в античные времена учителя водили своих учеников и показывали пьяных. Говорили, вот смотрите. Обычно две катюрии говорят. Вот это свиньи, а вот это пьяные. Чем они отличаются? Телами. И не больше. Только телами. Поэтому говорится. Напился как? И так это очень важный тоже аспект понимания. Это одержимость этими тонкими сущностями. Поэтому человека надо для храбрости выпивать. На самом деле не для храбрости, а для наглости. Пороки у него всевозможные проявляются. Он в иллюзию впадает. То есть трезвый-то он бы и понимал. Разум работает у трезвого, что не надо. Я боюсь, потому что так. А когда подпитый, думает, ой, храбрый. Глупый становится просто. Поэтому и лезет туда, куда не надо. Это никакая не храбрость. Это все невежество проявляется. Азарты. Виды азартов. Если вы помните, я уже рассказывал вам. Шутха-сатва. Чистая благость. Храм. Сатва. Лес. Природа. Раджас. Страсть. Город. И тамас. Невежество. Это места азарта. Публичный дом. Ресторан. И мясокомбинат. Это считается местами тамаса. А где место тамаса, там всегда пребывают привидения и духи. Это места особого обитания. Когда человек вступает в незаконные половые взаимоотношения, то в него в этот момент сразу вселяются несколько живых существ. Люди не знают об этом. Почему? Потому что у людей настолько ослабленная сенсорика, что они даже не чувствуют, что с ними происходит в этот момент. Это знаете, как человек, когда он отупеет, он уже тоже ничего не чувствует. Когда человек очень много грешит, он не чувствует стыда. Знаете, можно настолько себя довести, что все бесстыдно будет. Никакой совести не будет. То есть вот так же и человек, его сенсорные возможности, они настолько грубеют, что он даже абсолютно не ощущает, что в него вселяются очень могущественные живые существа. Очень могущественные. Особенно, когда он выпивает. Поэтому есть, знаете, люди такие, приключения у них сразу начинаются. Они выпили и пошли приключения искать. А все привидения и духи хотят секса. Все до одного. Поэтому у человека, у пьяного, бывает такое, он поддал, да, и поехал приключения искать. На охоту. Женщины ищут мужчин, мужчины ищут женщин. Поэтому, когда какие-то незаконные отношения нужно сделать, всегда бутылочку нужно иметь. Замечали, да? Почему? Чтобы растормозиться. Сразу спадает защита. Человек в тамос погружается, в гун невежества. Поэтому рубеж совести сразу исчезает. То есть в трезвом состоянии, в гуне благости, мораль, да, мораль, нравственность работает. Как поддал, мораль, нравственность, оболочка, раз, и все, и поехало, пошло. Храбрый стал. На самом деле просто становится подонком человек, негодяем. То есть он погружается в гун невежества. И все, что делается в этом алкогольном опьянении, по закону кармы, человек будет наказан за любой поступок. То есть в трезвом состоянии человек даже меньше получает реакций за поступок, чем в пьяном. Поэтому даже материалисты пришли к выводу, то есть люди обычные, невежественные, что состояние алкогольного опьянения, то есть состояние, оно как бы усугубляет тяжесть преступления. И также по законам кармы это то же самое. И места азарта. Азарт очень ужасно развивает самые гнусные качества человека. Самые гнусные качества человека. Я тоже не буду объяснять, вы все знаете об этом. То есть лживость, порог, все остальное, долги там. Поэтому это вот четыре вида деятельности, от которых человек должен, по крайней мере, либо сразу, либо постепенно отказаться. У всех у нас с вами разная карма, все мы совершали разные поступки. У кого-то очень мощный волевой рубеж в силу благочестия хорошего. У кого-то просто очень много страданий было, поэтому страдания также являются очистительным фактором. Я хотел бы вот вам это заметить. Почему человек страдает? Страдания являются очистительным фактором. И в шастрах говорится, глупец очищается страданиями. Умный очищается страданиями близких. Мудрый избегает страданий, ища науку. Как не страдать? Таким образом, и то, и другое являются очищениями. Поэтому говорится, 30% по карме и 70% по невежеству. Таким образом, он получает 100% реакции за любой свой поступок, совершенный в прошлом. Но посмотрите, благодаря даже глубокому просто материальному знанию, можно 70% кармы погасить. Что же говорить о духовной науке? Можно полностью изменить все. Поэтому говорится, 30% по карме и 70% по невежеству. То есть, таким образом, человек все время кармические реакции получает за свое прошлое.